Друзья, всем привет! Досмотрите это видео до конца, сэкономите кучу денег и времени. Друзья, приветствую вас! Новое видео про антифриз. Говорим про Lada Granta 10 лет автомобилю. 5 лет назад здесь менялся антифриз. Через какое-то время автомобиль перестал работать с печкой. Вскрыли капот, посмотрели и увидели, что с помпы бежит антифриз. Помпа была заменена, антифриз был заменен. Но когда вытащили помпу мы и слили антифриз, мы были в шоке. Оказывается, антифриз потихоньку уходил. И человек, хозяин этого автомобиля, купил антифриз в светофоре. Ребята, в светофоре антифризы не вздумайте покупать. И потихонечку доливал. Вроде бы цена нормальная, красного цвета. Помпу поставили новую, антифриз заменили. А печка все равно не греет. Печка в Калине, это Калина 2, 98 лошадей на автомате. Салон печка дула только с водительской стороны. Обратился в группу нашу, в Нива 07, в телеграм-канале. Ребята говорят, что надо промывать. И вот эту тему мы начали обсуждать. Нужно промывать, поможет или не поможет. Ребята мне скинули ссылочку на авито. Вот где я нахожусь сейчас у ребят. Приехал я сегодня, по записи записался. Думали, промоем печку. Но мы решили, что промывать будем не только печку, но и всю систему влажнения двигателя. Я машину оставил, ребята машину подняли. Мне звонят, говорят, Виталян, у вас проблема с радиатором. То есть радиатор уже по сотам, как видите, потек. Вот он. То есть ребята еще даже не подключали систему, даже не стали еще промывать. Просто уже увидели, что радиатор, это заводской радиатор. Основной радиатор, как вы видите. Он у нас потек. Пока термостата нет под рукой, покажу вам помпу, которую мы изменили. Это вот заводская. То есть по люфтам все у нас отлично, все работает. Но прокладочку съела. И посмотрите, какие хлопья. Это все от того, что немножко добавили антифризы со светофора. То есть высокая кислотность в этих антифризах. Вот. Вот эта вся гадость, она у нас получается в системе. Все разъедает. Полностью будем менять основной радиатор и радиатор печки салона. Для того, чтобы разобрать, вытащить эту печку салона, она вот здесь стоит под, где справа, вот педали газа. Вот ребята правильно сняли педаль газа электронную. И вон он. Сейчас вам покажу радиатор. Чтобы его вытащить в колене, в гранте, нужно снять вот эту вот панель. И вот появился у меня заводской наш термостат. Думали мы прокладку поменять? Ну, посмотрите, что там у нас творится. Вот эта вот ерунда у нас полностью в системе. Естественно, мы радиатор печки промывать не будем, а будем менять. Потому что если мы даже промоем, со временем, так как алюминий съел у нас, он рано или поздно у нас потечет. Ну вот, прелесть какая. Вот новый термостат. Вот так он должен выглядеть термостат. Он должен быть чистый, чтобы работал он правильно. Во-первых, это влияет на перегрев двигателя. Ну, еще раз вам покажу для примера, разница, да. Так, в этом автосервисе есть вот аппарат для промывки системы. Вот Виктор сейчас вот в двух словах расскажет, как это все работает. Тричный радиатор промываем под давлением синей, горячей водой. Одином движении, то в одну сторону, то в другую. Эффект достигаем. Иногда бывает до трех часов мы умываем, а бывает и за полчаса хватает. Это все зависит от забитости, да? Вот ты мне расскажи, вот рабочее давление примерно он дает? Ну, на наших. То есть три атмосферы, да? Я так понимаю, он нагревает до 75 градусов, да? До 75 градусов нагревает. Подключается к шлангам? То есть по подаче-обратке, да? По подаче, да, и обратка. Здесь есть сеточка у нас здесь специальная. Ну и через марлю. Вот такая грязь там бывает иногда выходит. Ну, это вчера вот промывали машину. Понятно. То есть добавляется химия потом? Да. Химия работает только на горячую температуру. Ну, как и все, наверное, в основном. И по времени. Вот часу и до всего дня можно, да? Друзья, наступил новый день. Подложение видео. То есть вчера ребята не успели собрать. Почему? Покажу сейчас. Здесь поставили новый радиатор. Установили с прокладочкой. Самое интересное вот это. Вот это. Ну и самая основная проблема. В Калини, в Гранте. Это будет выглядеть у вас вот так. Нужно разобрать всю панель. Чтобы достать он тот радиатор, разбирается вот так вся панель. Из-за этого такая высокая задержка у нас получается. Вот представьте, что нужно разобрать. Вот это загвоздка. Поэтому Гранта, Калина, это вообще песня, ребят. Вон тот радиатор. Я вот приехал в Лен и буду покупать синтек себе. Вот это трансмиссионное масло я залью в раздатку в НИУ. Вот это масло синтек 75 на 90 я залью в коробку НИУ. И антифриз будем покупать синтек для 12+. Что в Калину мы будем заливать, что в НИУ. Потому что на НИВе я уже прокатал 60 тысяч километров. И каждых 5 лет рекомендуют менять антифриз. Поэтому беру именно синтек. Почему именно синтек? Я звонил непосредственно производителю и спрашивал, где социально-торговые точки продажи их продукции. Они мне заверили, что в магазине Лента, то есть можно безопасно приобретать продукцию. Я вот приехал и на самом деле здесь и АТФное масло можно купить, и доливочные всякие масла. Именно синтек. Неоднократно пользовался я маслом синтек. 5 на 40 брал у них. Пробовал, заливал. Работает отлично масло. По антифризу я разговаривал с товарищами, ну как бы общаешься с ребятами. Многие антифриз, именно G12+, еще есть G12++, заливает в Субаро дорогие свои автомобили. Потому что продукция уже себя зарекомендовала. Это как бы не реклама. За качественные вещи говорить не стыдно, ребят. Поэтому про синтек у меня только положительно. И себе лично беру эту продукцию и заливаю эту продукцию. Так, друзья, еще раз привет. Продолжение всей этой истории. Мы вчера Гранту мы вечером забрали. То есть, два дня автомобиль стоял в автосервисе Манол. Ребята все сделали аккуратно, все работает. Панель в салоне собрана как с завода. После всех этих мероприятий я решил в Ниве заменить антифриз. 60 тысяч пробега на автомобиле. 5 лет автомобилю. И антифриз еще залит у нас заводской. Красный G12+. Печка на Ниве, в принципе, работает исправно. По своим соображениям. И после того, что я увидел, все-таки было принято решение заменить. Так, для того, чтобы нам слить, нужно открутить две пробки. На радиаторе у нас есть винт. Вон он, сейчас покажу. Вот он откручивается, винт. И откручиваем на блоке. Тоже есть. На радиаторе выглядит таким образом. В принципе, выкрутилось легко. За пять лет первый раз ее выкрутили. Антифриз сливаем в специальную емкость именно с радиатора. Так, состояние радиатора можно посмотреть. Сливная пробка вот находится. Как раз под третьим цилиндром, если смотреть, то сливная пробка вот здесь находится. Недавно установила себе вот такую защиту. По крайней мере, защищает генераторы от брызг. Горячий. Горячий. Так, пробку на блоке цилиндров мы открутили. Проблема откручивать неудобно. И вот эти пробки откручивать аккуратнее. Бывает, что срываются, потом приходится высверливать. В колене мы антифриз заменили. В колену заливали тоже вот такой антифриз. Синтек G12+. В него буду заливать. В него нам нужно залить две таких канистры. Там как раз помещается из литров. Так, вчера я вам показывал, что я в ленте покупал трансмиссионное масло. Я сказал, что будут такое заливать. Я летом такое заливал масло. Но мы ездили в Орск на соревнованиях. Там пришлось ездить по воде. И видно, в коробку немножко воды набрал. Потому что мороз, когда заводил, чувствовал, что тяжеловат. Решил залить именно 75W90. Как раз температурный режим пониже будет. В автосервисе Манол также можете приехать на месте. Приобрести масла, какие-то автозапчасти. Я приехал без радиаторов на Калину. И здесь по месту мы уже приобрели. Пробка в радиатор вот находится. Закручивается, в принципе, она вот легко. Поджимаешь ее. Закрутили все пробки. Сейчас мы заливаем антифриз. По паспорту написано 10 литров нужно залить. Датчик температуры сняли. И оттуда вышел воздух. То есть пока жидкость не пойдет. Сейчас затянем и посмотрим, воздух у нас с теми останется или нет. Уместилось у нас 8 литров. Сейчас машину заводим, греем, смотрим. Кстати, у ребят можно приехать сделать развал схождения. Большой бокс, удобный, чистый. Пока мы нашими автомобилями занимаемся, заехал на мойку радиатора печки автомобиль. Ну и здесь, в принципе, видно, как это все работает. Сейчас покажу. Так, температура 40 у нас. Подключается два шланга. Подачу на обратку. И горячей водой химия. Видите, как мы... Вон уже сколько грязи. Так, с раздаточки мы сливаем. Здесь мы, по-моему, добавляли присадку какую-то. Но воды вроде не видно, да? Так, в коробочки сливаем. Вот. Как мы видим, что масло почему-то густое. Заливаем масло в нагнетатель. И будем заливать коробку раздаток. Ну и сразу решили мы в заднем редакторе заменить. Здесь у нас самоблок установлен. Так, печка салонная с калины. Пытались ее промыть. Как видите, здесь... Вот уже прошло пару дней. Мы разрезали, так как она не промывалась. Все забито. Вот то, что высохло, смотрите, как это все крошится. Это вот такой антифриз, который вступил в реакцию. И все забило полностью. Промывай, не промывай, уже нам бы не помогло. Друзья, подводим итоги. Заменил я на Ниве антифриз. 10 литров поменяли мы масла. Калини мы тоже заменили антифриз. Везде мы залили Синтек 12J+. Большое спасибо автосервису Манол. Все ссылочки будут в описании. Звоните, записывайте, приезжайте. Очень большой спектр работ, между прочим, делают. Все, будьте здоровы, пишите комментарии. И всем пока. Друзья, если вам интересна тема про антифризы, какие можно смешивать там G11, G12, или которые антифризы разные по цвету, можно ли их смешивать, пишите в комментариях. В следующем видео запишем прям непосредственно про антифризы. Переатура вроде нормальная. И знаете, что заметить? Мне кажется, что очень горячая печка пошла. Такого не было. Почему? С чем это связано? Я не могу вам сказать. Воздух идет намного-намного горячее, чем было до этого. С чем связано? Вообще не знаю. Воздуха вроде бы там не было в старой системе. Из-за нового антифриза? Навряд ли. Хотя, хотя не знаю. Напишите в комментариях, кто знает, почему горячее стал идти воздух. С чем это связано? Вступило утро. Минус 25 градусов на улице. Снега у нас нету. Оренбург. Конец декабря. Хочу протестировать трансмиссионные масла, которые мы с вами залили. Это в раздатку, в коробку, в задний мост. Жель 4. Включаем первую передачу. Сейчас мы хотим посмотреть накат. Нейтральная. В принципе, легко. Такого, что сильно тяжко, нету такого. Автомобиль трогается нормально. Все. Я рад. Всем удачи. Субтитры сделал DimaTorzok